7 октября муджагедами из Хамас были похищены граждане Израиля, среди которых были Дэниэль Алонни и ее дочь Эмилия. Но спустя почти два месяца между Хамас и Израиль была достигнута договоренность по обмену пленных. Среди пленных со стороны Хамас оказалась та самая Дэниэль Алонни с дочерью Эмилия. Как стало известно, Дэниэль Алонни оставила письмо руководству бригады Аль-Кассам, которые сопровождали ее в период плена перед ее освобождением. Вот что пишет Дэниэль. Руководителям, сопровождавшим меня последние недели. «Кажется, мы расстанемся завтра, но я благодарю вас от всего сердца за вашу невероятную человечность, которую вы проявили к моей дочери Эмилии. Вы были для нее как родители, вы приглашали ее в свою комнату при каждом удобном случае. Она признается, что чувствует, что вы ее друзья, и не просто друзья, а настоящие, самые любимые. Спасибо, спасибо, и еще раз спасибо за те многие часы, когда вы были ей как няня. Спасибо, что были с ней так терпеливы и осыпали ее сладостями, фруктами и всем, что было, даже если этого не было в наличии. Дети не должны быть в плену, но благодаря вам и другим хорошим людям, которые встретились нам на пути, моя дочь считала себя королевой в газе и вообще признается, что чувствует себя центром мира. На нашем долгом пути, от обычного человека до вождя, мы не встретили никого, кто бы не отнесся к ней с добротой, состраданием и любовью. Я всегда буду благодарна вам за то, что она не уходит оттуда с психологической травмой. Я буду помнить ваше хорошее отношение к нам, несмотря на трудную ситуацию, с которой вы столкнулись, и тяжелые потери, которые постигли вас здесь, в газе. Мне хотелось бы, чтобы в этом мире мы могли быть по-настоящему хорошими друзьями. Желаю всем вам здоровья и благополучия. Большое спасибо. Конечно же, это письмо мировые СМИ пропустят стороной, так как это не единственный случай, идущий в разрез западной пропаганде, которые хотят представить освободителей Палестины как захватчиков и притеснителей. Почти месяц назад, 23 октября, Хамас освободил двух заложниц по гуманитарным соображениям. На видео, опубликованном Хамас, пожила Йохавет Лившиц, пожала руку бойцу Хамас и сказала шалом, что в переводе с иврита означает мир. На пресс-конференции 24 октября, которая транслировалась в прямом эфире, 85-летняя Лившиц свой поступок объяснила тем, что с ними хорошо обращались. Западный мир был шокирован тем, что заложница испытывает положительные чувства к своим похитителям. Практически все крупнейшие западные СМИ опубликовали рассказ Йохавет Лившиц, из которого весь мир узнал следующее. Она сказала, что присутствовал врач, который навещал заложников каждые несколько дней, принося необходимые лекарства, и что члены Хамаса мягко обращались со своими пленниками в течение двух недель, пока она находилась в заключении. Охранники кормили заключенных той же пищей, что и они сами. По ее словам, их ежедневно посещал врач и предоставлял лекарства и лечение, в том числе для заложника, пострадавшего в аварии на мотоцикле. Они были очень озабочены гигиеной и беспокоились о вспышке чего-либо. У нас были туалеты, которые они чистили каждый день. Когда мы добрались туда, прежде всего они сказали нам, что верят в Коран и что не причинят нам вреда, вспоминает она. Они хорошо позаботились о раненых. Они были очень щедры к нам, очень добры. Они содержали нас в чистоте, сказал Олившиц. Они позаботились о каждой детали. Там много женщин, и они знают о женской гигиене, и они там обо всем позаботились. Ну а теперь посмотрите, под какими заголовками западные СМИ представляют рассказ заложницы. Освобожденная израильская заложница говорит «Я прошла через ад». «Я прошла через ад». 85-летняя израильская заложница Йохевит Лившиц описывает ужасные испытания, которые ей пришлось пережить при похищении Хамас. «Я прошла через ад». Освобожденная заложница Хамаса рассказала, что ее похитили и отвели в туннельную систему. Учитывая, что в современном информационном потоке люди в основном читают заголовки и несколько первых строк новостей, редактора западных СМИ сделали все возможное, чтобы максимально демонизировать Хамас. Заголовки кричат про ад, однако в статьях говорится, что Хамас обеспечил заложников всем необходимым. И мы уверены, что если бы заложница не выступила в прямом эфире и не было бы видео с подтверждением ее слов, все эти СМИ ни слова не написали бы о гуманном отношении Хамас к заложникам. Забота о своей репутации помешала им скрыть правду, которая вырвалась наружу по воле Всевышнего. Однако популярная старейшая газета The New York Times, видимо, уже не волнуется о своей репутации, потому как дала новость об освобождении заложницы, вся суть которой содержалась в двух предложениях. «Я прошла через ад», – сказала госпожа Ливши с журналистом в больнице Тель-Авива во вторник, через день после своего освобождения. Но еще больше вас удивит реакция израилетян. Многие официальные лица Израиля заявили, что это пиар-победа Хамаса, и что в дальнейшем стоит разработать директивы, запрещающие подобные пресс-конференции в прямом эфире. Об этом прямо пишет и популярный новостной сайт Израиля – yannetnews.com. Свобода пресса важна в любой ситуации, особенно сейчас. Тем не менее, представители израильской публичной дипломатии должны издать недвусмысленную директиву, запрещающую подобные мероприятия в прямом эфире в СМИ в будущем. Вы понимаете, что произошло. Яхудам не понравилось, что с их согражданами хорошо обращались, и что об этом на весь мир рассказала самозаложница. Они предлагают заткнуть заложников евреев, потому что это ломает израильский пропагандистский нарратив, направленный на расчеловечивание и демонизацию палестинцев. Во всем мире проводится пропаганда против палестинцев. Помогите нам доводить истину до людей через пожертвования по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно.